Великий полководец и храбрый воин, пожалуй, самая загадочная личность Столетней войны, родилась и выросла в небольшой французской деревушке. Она выходит из благородного, но обедневшего семейства. До сих пор ведутся споры о дате рождения Орлеанской Девы. Официальным принято считать 6 января 1412 года. Канонизировавшие ее церковники называют иную дату – 1409 год. Еще будучи подростком, девушка начала слышать голоса и видеть образы святых. Они утверждали, что ей предначертано судьбой снять осаду с Нового Орлеана и привести свою страну к победе, изгнав англичан, а также посадить на трон наследного принца Карла. Как ни странно, но все предсказания сбылись. Девушка стала главнокомандующим французской армии. Под ее предводительством войска провели ряд успешных боев и освободили Новый Орлеан. Победоносная военная кампания была завершена коронацией принца Карла. В очередных военных действиях посланница Бога попала в плен. Возведенный с ее помощью на трон, король отказался помочь девушке. В результате она была отдана англичанам, получила обвинение в колдостве, а затем 30 мая 1431 года была сожжена на костре. После завершения Столетней войны французская сторона произвела свои следственные действия по судебному процессу над Орлеанской девой. После изучения всех имеющихся в наличии документов, а также опроса выживших свидетелей, были сняты все обвинения. Церковь возвела девушку к лику блаженных, а в дальнейшем канонизировала. Еретичка или блаженная, избранная Богом или сумасшедшая, ее образ вовсе временно интересовал всех историков и просто образованных людей. Интересные факты из жизни предводительницы французской армии, находясь во главе вооруженного отряда со знаменем в руках, сама Жанна не убила ни единого человека, ее руки не запятнаны кровью солдат. Она занималась стратегией, планированием боевых операций, являлась Божьим вдохновением для простых людей. Она была настоящим лидером, способным повести за собой. Девушка обладала гипнотическими способностями. Современники утверждали, что провозглашенными перед боем речами. Она просто завораживала солдат, не ведая страха, они бросались в неравные схватки с врагом. И что самое интересное, многие из них, даже получив смертельные раны, не ощущая боли, дрались дальше. Жанна имела дар предвидения, который унаследовала от своего отца. Она всегда знала, в какую точку на поле битвы необходимо послать отряд на подмогу, благодаря чему была выиграна битва при Патте. Пять тысяч англичан не смогли справиться с полутора тысячным французским отрядом. Правильно просчитанная и удачно организованная военная кампания завершилась полной победой. Свою военную карьеру девушка начала в возрасте 18 лет. По утверждению современников, была способна носить тяжелые мужские доспехи по несколько суток подряд. Складывалось впечатление, что усталость ей неведома. Всегда бодра и готова в бой за свободу своей страны. Откуда у хрупкой и привлекательной девушки столько физической силы? Современные ученые, анализируя документы из прошлого, пришли к выводу, что французская героиня Столетней войны страдала на редчайшем вид гермафродитизма – синдром Мориса. При данной наследственной патологии организм обладает мужским набором хромосом и семенниками, но дальнейшее развитие идет по женскому типу. Как результат получается псевдогермафродит – внешне стройная и симпатичная женщина, но без матки. И будто бонус за невозможность родить ребенка – хорошее физическое развитие и высокая выносливость. Все участники процесса над Божьей избранницей, обвинившие ее в колдостве, пытавшие бедную девушку, а затем приговорившие к страшной смерти на костре. Один за другим, при довольно странных обстоятельствах, ушли из жизни. Произошло это в скорости после приведения приговора в исполнение. Благодаря французской героине в парикмахерских появилась новая популярная стрижка Боб. Голоса, советовавшие девушке носить мужские одежды, также велели обрезать длинные косы. Парикмахер из Польши Месье Антуан, вдохновленный подвигами Жанны, первым сделал прическу в 1909 году. Она пользуется популярностью, и в наши дни, правда, название немножко изменилось и звучит короткий Боб. Существует версия, что Жанна не была сожжена заживо на костре Инквизиции, обвиненная в ересе и ношении мужской одежды. Вместо нее погибла другая девушка, ведь лица казненной никто не видел, оно было накрыто тканью. А саму героиню тайно вывели подземными ходами, ведущими к месту заточения. Настоящую правду о жизни и деятельности посланницы Божьей, наверное, никто уже не узнает. Но существование личности умной, расчетливой, стратегически мыслящей, имеющей невероятную для хрупкой женщины физическую силу, никто не сможет отрицать. О ее способности вдохновлять воинов на подвиги сложено много народных легенд. Официально снято больше 20 фильмов о жизни и военной деятельности. Ученые не пришли к однозначному выводу, кто она, ясновидящая или страдающая шизофренией или другими психическими расстройствами личности. Но факт остается фактом, 19-летняя девушка подняла народ на борьбу с врагом и повела за собой целую армию. Точатся споры о ее происхождении, мол, простолюдинке не позволено иметь собственный флаг. И тем более никто не даст под командование войска, что она не королевских кровей. А по большому счету, какая теперь разница принцесса или простушка освободила Францию? Кстати, официально она не считается француженкой, потому что деревушка Домреми, в которой родилась Жанна, в то время была в автономии и не относилась к французской монархии. Мы пишем ее фамилию через апостров, а в прошлом она писалась слитно. Теперьшнее написание впервые появилось в XVI веке в стихах орлеанского поэта. Он, видимо, для большей солидности переделал фамилию на дворянский манер. Субтитры создавал DimaTorzok